добрый день я очень рад вас всех приветствовать меня зовут владимир маковцев я занимаюсь философией занимаюсь философской антропологии и философия литературы и последние несколько уже почти год я занимаюсь изучением творчества гоголя но в контексте конечно философских поисков в отрыве от литературовических каких-то парадигм потому что тексты очень богаты на возможные интерпретации и на мой взгляд одно из таких самых наверно глубоких и в каком-то смысле даже выходящим из всего списка наследия текста гоголя текст 0 нос и сегодня я предлагаю поговорить немножечко о возможных интерпретациях и в частности о том что этот текст дает нам для понимания вообще что такое реальное что такое реальность что такое встреча с реальностью потому что очевидно что эта проблема одна из самых глубоких на проблем реальности и столкновение с бытием столкновение с ничто и столкновение с абсурдностью реальности и у меня уже было была одна встреча публичная на посвященную и носу и гоголю в частности там я делал акцент на антологии двойничества потому что очевидно что повесть о нос она отсылает нас к теме двойничества двойников и так далее но разумеется этим она не исчерпывается и другая сторона но по большому счету являющиеся следствием двойничества это конечно же тема абсурда когда говорят да о том что ну приписывать достоевскому до что мы все ну в смысле вся наша литература вышла из шинели гоголевской то не стоит конечно же забывать что есть еще и другая сторона гоголя но обычно говоря о шинели до говорят о его каких-то о поисках малого человека по большому счету попытка определить человеческое в пространстве социальном да эта позиция которая подхватывается белинским и благодаря белинскому да у нас гоголь становится главой так называемой натуральной школы и все это конечно прекрасно но этим все не исчерпывается потому что есть еще другая линия ведущая к к тому что впоследствии становятся частью абсурдистской литературы и конечном счете русского постмодерна и здесь конечно же все эти связи между собой переплетаются и а поскольку все-таки нос это еще далеко до и до до авангарда до постмодерна до всего того прочего поэтому конечно же этот текст а мне представляется наиболее важным и интересным в плане того что это вообще было такое что это было сказано но прежде всего наверное стоит начать каких-то литературальческих все равно видений хотя это будет достаточно внешне да вот я не знаю видно же да а историй до создания пояс дело в том что это одна из немногих повестей гоголя ну не считаю его первой повести поэмы подписанная в а а ловым которая была воспринята неудачно и критично со всех сторон да это единственная повесть о гоголя опубликованы под его именем которая была воспринята мягко говоря неоднозначно она была написана в 33 году и изначально предполагается что она будет опубликована московском наблюдателе но к тому же там она была отвергнута со словами пошлое и тривиальное вот этого пошлое и тривиальное она очень прикрепилась к повести гоголя вот пока в тридцать шестом году в современнике пушкинском да не была опубликована и она сопровождалась вот этим вот пушкинским ну поскольку пушкин был редактором до современника он она предварялась этой записью да и николай васильевич гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки но мы нашли в ней так много неожиданного фантастического веселого оригинального что уговорили его позволить поделиться с публикой удовольствием которое доставило нам его рукопись ну и по большому счету пушкин наверное единственный кто оценил и кто верил и в гоголя и вы понимание того что я представляю это богу тут конечно сложно так это отдельная тема до пушкин и гоголь и более того она очень с одной стороны избитая но с другой стороны в некотором отношении если говорить о тех тех следствиях до которые произвело явление гоголя вот эти вот темы они еще требуют своего на мой взгляд какого-то более детального отношения и понимания и но нужно конечно говорит что она является второй частью так называемой петербургских повестей тут нужно сразу оговорить чтобы гоголь не ставил собой задачу создать петербургские повести то есть это явилось таким следствием его его следствием его развития а не целью но тут можно сразу оговориться что труд такое петербург в конечном счете да потому что нос это как можно сказать часть петербургских повестей темы петербурга она должна здесь тоже являться нам и мы должны двух словах хотя бы обрисовать что такое петербург понятно что петербург это не просто не просто город и не просто пространство вокруг которого разворачиваются события это некоторая концентрация некоторое сосредоточие мира мироздания но отсылающие в конечном счете к второму первому периоду гоголя до когда мы говорим о его например мир городе само это представление о мир городе является нам ничем иным как сосредоточим полноты некоторого человеческого присутствия и петербург разумеется является не просто столица империи что такое империя в этом отношении империя всегда есть некоторый образ мира плохатая империя который не строит перед собой планы завоевать весь мир если бы этого и было не так то сам сам принцип имперскости у нас был бы утрачен в конечном счете империя всегда является отражением поиска полноты мироздания и а поскольку петербург это центр империи конечно же перед нами чрево мироздания не больше не меньше тем более гугл это прекрасно понимает что здесь все обман здесь все мечта все не то чем кажется и вот вот за вот это вот первую первую нить мы должны с вами уцепить для понимания иллюзорности происходящего всего что окружает герой что окружает нас и гоголя в том числе ну и в том числе хотелось бы конечно процитировать слова наверное самого яркого так автора но одного из ярчайших все-таки посвящена петербург до андрея белого а если же петербург не столица то нет петербурга только кажется что он существует и вот эта вот кажимость и для нас очень важно цепляться какие-то оказалось бы несущественные слова здесь вот эта вот кажимость которую схватывает андрей белый она нам позволяет как раз таки наметить то пространство вокруг которого будет разворачиваться весь сюжет о повести гоголя ну и к тому же до петербург той и как раз таки и не существует здесь можем все-таки признать вместе с андреем ну исходя из реальности истории да что конечно же это уже мертвый город ну метафизически мертвый город разумеется то есть несмотря на то что город населяется населяет дни ну я сам большую часть прожил именно в петербурге поэтому непозволительно немножко какая-то может быть небрежность по отношению к моему городу но тем не менее здесь я буду настаивать на этой иллюзорности метафизической иллюзорности города потому что но это тоже одна из тем которую к сожалению сейчас мы не можем с вами подробно изучить а здесь мы подходим к одному из важнейших на мой взгляд линий линии творчества гоголя что такое вообще мир гоголя мир гоголя выстраиваться на граничной связи события ужаса и смеха события неразличимости я весна событий неразличивости в конечном счете мертвого и живое ну отсылает здесь сразу же наверно к самому главному произведению гоголя мертвые души мертвые души это невозможность определенная потому что души по определению бессмертны когда мы их называем мертвых это мы здесь находимся уже по одной ногой представлении того что я называю крестным событием абсурда и сегодня я дам определение абсурда исходя из как раз таки гоголевского гоголевского мира гогольской поэтики вот да мир гоголя это мир тотальной неразличимости сна явлений событий и так далее здесь сложно сказать что чем кажется сюда вот это вот то с чего я начинал до вначале здесь все не то чем кажется петербург опять же это не пространство не город это именно метафизическое пространство вокруг это разворачивается события человеческого поэтому опять нужно держать в уме что петербургские поиски посвящены как раз таки и сотканной ткани повествования а человеческая здесь постоянно конечно же ускользает потому что что такой человек для гоголя по большому счету это становление бесконечное становление у него если мы обратим внимание на все его творчество то несложно заметить что у него совершенно не получаются живые люди одна из причин да почему гоголю не удалось второй мир второй том мертвых душ но понятно что здесь можно много спорить но одна из линий как раз таки это что вы во втором топе он пытается изобразить что-то живое что-то по-настоящему позитивное и становится скучно становится невозможно невыносимо читать это и как читатели мы с вами это прекрасно можно схватить то есть одно дело первый том где мы читаем плачем и смеемся и второй том где мы откровенно скучаем ну во всяком случае я постоянно ловлю себя именно на этом когда перечитываю второй том невозможно ну в контрасте просто невозможно здесь и да хотелось бы процитировать америшковского до одного из тоже ярких авторов который посвящал свое творчество гоголя да вот как черта выставить дураком вот что с чего начинает мережковский говоря о том что такое главное главная мысль его жизни и всего его творчество то есть здесь нужно опять же заострить внимание и обратить внимание на то что здесь не только творчество мной сама жизнь конечно щеки а что значит выставить черту дураком опять же я целыхаю к событию ужаса все-таки черти и прочие нечистые да это все-таки событие чего-то ужасного чего-то такого чего в мире быть не должно чего-то что выбивает нас из привычного потока реальности и я так плавно подхожу к наверно каким-то философским основанием того что такое смех и ужас да потому что здесь я не могу не оговорить да что наверное смех и ужас как столкновение с бытием отсылает ну на мой взгляд опять же к фигурам плачущего демокрита гераклита и смеющегося демокрита но известная из-за истории философии из-за античная история дихотомия плачущего гераклита и смеющегося демокрита обычно их противопоставляют как что-то противоположное и есть основания но на мой взгляд и смех и слезы у них очень много но здесь конечно нужно сразу заговориться почему я например говоря со смеющимся демокритом понятно какая может быть связь между смехом демокрита и гоголя на вот с гераклита может быть не совсем ясно но очевидно что слезы это конечно же очень богатое семиотическое явление до которое мы слезы обогат обладает очень богатым таким семиотическим содержанием здесь я бы хотел обратить да на на то что здесь перед нами два возможных невозможные реакции на становящиеся бытие более того на динамику мира потому что очевидно что между ними общего пищевания между ними то что она и то и другое состояние решено словесности слова или понятия здесь скользает мы не можем схватить действительность в его потоке словом чтобы она не исчезла а вот со смехом и слезы мы можем то есть смех и слезы это первое и наверное самое ближайшее на схватывание бытия с которым мы можем столкнуться вот поэтому я бы не стал так сильно разграничивать даже философских основаниях смех и слезы к тому же мы не можем говорить о том что смех является только лишь трагическим трагической формой бытия или например смех только комической разумеется мы с нами сможем представить до возможности перехода одного в другое но и к тому же нередко бывает так что мы начинаю смеяться переходим слезы или наоборот поэтому может показаться неочевидным связь между страхом и слезами но очевидность их обслежается на мозга ситуации избегания потому что чаще всего мы плачем тех ситуациях которые мы стараемся избегнуть но мы не ищем тех мы не ищем слез обычно согласитесь да мы обычно избегаем этих ситуаций и поэтому избегание или представление о том что в нашем пространстве есть нечто того нечто что не должно быть присутствующим вот о чем речь то есть слезы это это реакция на столкновение с такой формой бытия при которой мы с вами сталкиваемся с чем-то не должен и так мы потихоньку намечаем путь движения к представлению о том что такое абсурд в конечном счете вот о чем речь и и и вы у гоголя это будет очень прекрасно явлено но также нужно оговориться о двух редакций точнее то что есть несколько редакций повести гоголя нос но различие между ними существенным отличием бросается в глаза прежде всего финале двух версий вот я как раз таки попытался это процитировать финал первой редакции но я не буду зацитировать я опять же скобкой замечу что я надеюсь что всем знаком этот текст может быть даже в двух редакциях поэтому я буду говорить так как будто бы вам все это известно надо было сразу сказать но я надеюсь что это сама собой разумеющиеся но да есть конечно нюансы между там правками цензуры что например сначала события разворачивалась в казанском соборе потом он этого перенести это литеранский собор в итоге перенес там столкновения с носом то есть когда герой ковалев сталкивается с носом сначала это был казанский собор потом passing соображением он подумал ветеранский собор перенести В итоге перенес в Казанский собор. Хотя там есть такие артефакты, которые выдают, что он перенес локацию, но сохраняются какие-то представления о том, что все-таки вы собор. Но по большому счету, на мой взгляд, это несущественная правка. Гораздо более существенным, конечно же, является финал. Потому что если в первой части все разрешалось сном, и это действительно возвращает нас к первой критике повести, когда журнал отверг ее как тривиальный. Действительно, когда мы объясняем события сновидением, то мы как читатели можем покрутить УСК и сказать, чего ты с нами делаешь, Гоголь. Потому что это не объяснение ничего. А когда во второй редакции он это все исключает, то здесь уже открываются какие-то страшные глубины в понимании того, что это такое вообще произошло. Зачем вообще писатели выдумывают такие повести? Зачем они читают? Зачем они их пишут? И так далее. Вторая редакция, конечно, существенно углубляет. Хотя почти ничего не меняет в самом тексте. То есть сам текст остается почти неизменным. Ну, до конца финала. И, конечно, есть соблазн интерпортировать его как сновидение. И, опять же, самое, наверное, банально это зеркально отобразить, да, само название. Но, СОН. Но такие прочтения, они мало что на самом деле объясняют, да, потому что что они могут объяснить? Они не выходят за пределы самого текста. А одна из моих задач как раз-таки изучается показать то, как текст впоследствии повлиял на литературу. В частности, на Достоевского, разумеется. Ну, забегая совсем вперед, да, это самое главное влияние, это на повесть «Двойник». Многие отмечают, что повесть «Двойник», она прямым текстом обязана, прямым своим следствием обязана повести Гоголя. Ну, и многим другим. Не только, конечно, носу, но тем не менее. А Достоевский, это, наверное, конечно, самый ярчайший ученик Гоголя. И для понимания Гоголя я как раз-таки обращаю внимание, что мы должны посмотреть, как развернулась последствия литература. Я здесь начинаю колемизировать, наверное, с одним из первых исследователей повести, это, конечно же, «Виноград». Но сейчас о нем еще поговорим. Есть другие, конечно, интерпретации. Конечно же, самая первая будет Белинского, цитата, да, из его текста. Это социальная, так скажем, интерпретация, то есть связанная, ну, первое, можно, ну, и так называемое, да. Благодаря Белинскому Гоголь становится главой натуральной школы. Ну, это сатира, обличение пороков общества, она распространена была и сейчас, отчасти, да, я думаю, в школьном каком-нибудь курсе обычно так и проходит его в контексте того, что Гоголь обличает общество, пороки и так далее. Или, вот, например, да, 52-й год, в принципе, о том же, Ермилов, в частности, об этом же говорит. Такое представление тоже, на мой взгляд, достаточно лишает какой-то глубины текста, той глубины, которую сам даже Гоголь-то и не схватывает, да. Вот как раз Ермилов на это тоже обращает внимание, пусть он сам и не сделал до конца, и более другой, и забегая чуть-чуть вперед, да, другой исследователь, а именно Михаил Бахтин, он тоже будет обращать внимание, но на то, что Гоголь сам не осознавал того, той полноты, той глубины смеха, которым он обладал. А наша задача как раз так сегодня попробовать хотя бы приблизиться, ну, если не к пониманию, то хотя бы к пониманию собственного непонимания того, что такой Гоголевский смех и встреча с абсурдностью. Да, есть, конечно, религиозные интерпретации, опять же, здесь мы можем начать с самого начала. Гоголь начинает повесть. С марта 25-го числа в Петербурге случилось необыкновенно странное происшествие. И 25-е число, как, в принципе, все отмечают, да, это день Благовещения. И здесь есть эти интерпретации, да, потом Цирюльник Иван Якович обнаруживает в хлебе нос, и далее завертелось. И более того, заканчивается все происшествие спустя 13 дней, да, после того злочастного утра. А по новому стилю это, соответственно, будет то же самое Благовещение. И, разумеется, Гоголь прекрасно понимал, что, например, на Западе и на Востоке эти 13 дней, они как бы… Нет, хотя там было 12 дней, потому что потом, после начала 20-го века. Но, тем не менее, все равно вот эти вот иллюзии не проглядываются. Ну, если мы, например, обратим внимание на сновидическую интерпретацию, то, конечно же, поскольку спустя 12 дней он просыпается, то фактически он просыпается на тот же день, точнее, на тот же день, в котором это происшествие случилось. То есть здесь эти интерпретации вполне себе уместны. То есть начинается 25-го числа и спустя, соответственно, вот этот вот рубеж, отделяющий григоянские и григоянские календари, мы можем здесь, конечно же, уловить вот эту вот, ну, такую игру Гоголя с читателем, которую можно и было бы и проигнорировать. А Бердяев, конечно же, тоже одна из, наверное, прекраснейших… Понятно, что Бердяев не посвящал полностью Гоголю текст, но есть отдельные вот эти фрагменты, в частности, из «Дух русского революции», о том, что уловил Гоголь, да, что схватывает Гоголь в своем тексте. Это, конечно же, уже гораздо интереснее, потому что Бердяев был свидетелем краха империи, краха Петербурга, того мира, который как раз-таки обращал внимание Николай Васильевич Гоголь. Поэтому пусть это не интерпретация, но это линия, ведущая к интерпретации, безусловно. Она одна из достойнейших, я бы сказал. И так, про поводу Виноградова, да, натуралистический гротеск – это уже более-менее полноценное исследование, ставшее классическим в исследовании текста Гоголя. Но по большому счету, если так скобка заметить, да, есть только два, наверное, существенных текста, посвященные именно носу, а не отдельным каким-то фрагментам. Это, наверное, Виноградов и, наверное, не так давно вышедший текст, по-моему, Касана Бланк ее зовут. Это американская словеска, которая посвятила повести носу отдельную книгу «Повесть как становление». Любопытное издание, но у западных словесков есть существенный недостаток. Вот на самом деле, когда я занимался Бахтиным, я тоже на это обращал внимание, что они, ну, при всем уважении, у них, конечно же, нету погруженности в культуру, в их контекст русской культуры, то, чем обладают российские исследователи. Поэтому там есть нюансы, которые вызывают сомнения. Ну, текст любопытный, как минимум, и стоит того, чтобы его прочитать. И в контексте понимания того, что такое Гоголь, ну, она, например, очень скрупулезно комментирует многие детали. Некоторые как раз-таки из-за отсутствия этого погружения в культурный код наивно. Ну, например, обращают внимание, например, на цирюльника, да, что цирюльники действительно являются не просто какие-нибудь там бродобреями, да, это еще и люди, которые могли выполнять какие-то элементарные хирургические операции. Ну, например, там, кровь отворять. Ну, кровоопускание – это вообще один из ключевых методов лечения, да, вплоть, наверное, до 20-го века, да, и чего только не лечили кровоопусканием. И, разумеется, здесь тоже эта пограничность для нас, она наглядна, потому что человек, обладающий властью над здоровьем, это, конечно же, фигура одной ногой, стоящая по ту сторону жизни и смерти. Вот о чем речь. Поэтому, конечно же, не случайно наш герой, первый герой, точнее, да, это Иван Яковлевич, цирюльник. Да, текст Виноградова, да, я хотел в двух словах сказать о нем, поскольку нельзя их проигнорировать. Да, он прекрасный по своему литературоведческому, по своим литературоведческим задачам, однако схватываемые им предпосылки мало что на самом деле объясняют в самом тексте Гоголя, уводя нас от текста в сторону, лежащий по ту сторону текст. Но здесь я противобставляю классической герменевтике, феноменологический анализ, потому что герменевтика, при всей любви к ней, она все-таки иногда упускает сам текст. Она начинает гоняться за предпосылками, за какими-нибудь основаниями, да, повлиявшие на формирование текста. И в результате сам текст ускользает от нас почему-то. Текст вдруг оказывается погружен в слой каких-то возможных оснований, лежащих. И Виноградов примерно это же и делает, говоря о так называемых носологических каламбурах. Ну, в частности, вот Белый, когда будет тоже говорить о Гоголе, он обратит на это внимание, обратит внимание, что... Он в частности обратит внимание, что все эти дешевые ходы носологических каламбуров с начала XIX века мало что объясняют. Гораздо более интереснее другой подход, о котором я уже сказал, да, это подход, связанный с последним влиянием, тем влиянием, который испытывает культура в целом, не только литература, потому что, наверное, один из ярких таких представителей, представителей современной культуры, с которым я бы столкнул Гоголя, это, конечно же, Дэвид Линч. Да, он, правда, кинорежиссер, но, тем не менее, они по большому счету об одном и том же, о чем, о реальности, то есть о попытке схватить реальность как событие. И у Линча, в частности, есть, если вы помните, «Синий бархат», там есть замечательная сцена, где главный герой находит отрезанное ухо. И вот эта вот сцена, она потрясает своим... Ну, у Линча, в принципе, много сцен потрясающих ужасов, но вот эта вот сцена, она мне очень напомнила как раз-таки находку носа. То есть перед нами символическим образом обыгрывается столкновение с чем-то, являющимся недолжным событием мира. Вот о чем речь. И так я, опять же, подвожу к определению того, что такое абсурд. Так, ну и в скобках можно заметить, что по некоторым сведениям у Линча есть рисунки, посвященные именно повести нос. Правда, я их не видел, но если довериться источникам, есть. Так, другая фигура – это, конечно же, Михаил Бахтин. Ну, наверное, самый ярчайший теоретик карнавальной культуры. И вот здесь мы подходим к пониманию того, что такое вообще смех. Что такое смех вообще, и в Огольевске в частности. Да, цитата из Бахтина. «Гоголь глубоко чувствовал миросозерцательный и универсальный характер своего смеха, и в то же время не мог найти ни подобающее место, ни теоретического обоснования и освещения для такого смеха в условии серьезной культуры XIX века». Так, ну здесь вы… Здесь стоит обратить внимание, что для Бахтина смех – это то, что противопоставляется серьезной или официальной культуре. Смеховое начало мира, или карнавальное, на самом деле, можно сказать, миросозерцание. Это миросозерцание, которое высвечивает некоторую полноту подлинного бытия. Официальная культура для Бахтина является лишь только носителем правды, носителем истины. А истина всегда монологична. Она всегда преследует свои цели, отстаивать границы собственного понятия. А смех – это как раз-таки то, что противостоит понятию. Так же, как и слезы, о чем я не говорю. Здесь нельзя говорить о некоторой цепкости существенного представления. И в конечном счете, говоря о карнавальности Бахтина, я связываю его ни больше, ни меньше, конечно же, с дионисийским характером, который отсылает нас к философии Ницше. И, разумеется, здесь есть параллели, которые позволяют говорить о единстве происходящего, о единстве происходящего становления. Вот о чем речь. Ну, а что такое дионисийский, в конечном счете? Да, это, конечно же, хаос. Но хаос не нужно понимать в качестве какого-то ужаса. Хотя, конечно, хаос может ужасать. Именно тем, что мы здесь теряем дар речи. Вообще, столкновение с бытием, столкновение с ничто – это всегда ситуация потери речи. И, опять же, либо мы смеемся, либо мы плачем. Но никогда не выражаем это столкновение с какой-то словесностью. И здесь также нужно обратить внимание, да, о чем я говорю. О том, что о ничто нельзя говорить, да, как завещает нам элейская школа, в частности, Парменид. Мы не можем выразить ничто. Действительно, словами мы не можем этого сделать. И это большая-большая проблема, конечно же, для всей последующей философии и онтологии, в частности. Но разве мы не можем молчать о ничто? Хотя некоторые мои коллеги здесь тоже будут сомневаться. И, например, один из моих учителей, ныне погибший, Борис Васильевич Марков, он как-то обращал внимание, что о молчании мы не можем действительно говорить. И действительно, это единственный феномен человеческого бытия, который невыразим в непосредственной своей данности. Ну, потому что, если мы, например, любим, мы можем говорить о своей любви и при этом не терять нити, связывающие нас с нашей любовью. Но если мы, например, молчим и созерцаем свое молчание, то стоит нам только попытаться его как-то изобразить, как-то схватить, то оно тут же исчезает. В этом уникальность молчания, которое, конечно, является одной из форм столкновения с бытием. Ну и в скобках так можно тоже заметить, да, конечно же, это многие религиозные практики, связанные именно с молчанием, которые нас позволяют нам, ну, тем, кто практикует, да, столкновение. Ну и сихазмы, ну, я об этом не буду говорить, я просто хочу подчеркнуть, но вот эта вот связь между столкновением с бытием и невозможностью выразить ее словами. Но если мы не выражаем словами, все-таки мы можем зафиксировать ее в виде, например, смеха. И да, карнавальный смех, о котором говорит Бахтин, да, он всенароден, смеются все, смех – это на миру, да. И, во-вторых, он универсальный, он направлен на все и на всех. И тут нужно подчеркнуть эту онтологическую составляющую смеха, видите. Он не просто же высмеивает, но высмеивая, он конструирует некоторую реальность. Ну, реальность, которую мы вместе с Бахтиным называем реальностью официальной культуры. Безусловно, не стоит игнорировать психоаналитические интерпретации, тем более, опять же, нос, да. Разумеется, это фаллический символ. Здесь есть большая семиотическая возможность интерпретировать в этом контексте. Более того, наблюдая за героем, мы с вами видим, что нос для него – это что-то существенное. В конечном счете, это равное самому герою. Утрата носа – это утрата собственного достоинства, в конечном счете, собственного присутствия в мире. Без носа он не может даже подойти к даме, как мы увидим в этом тексте. Да, есть, конечно же, и психоаналитические интерпретации, но с психоанализом… Ну, психоанализ, по большому счету, может все, что угодно, да, проинтерпретировать и найти, разумеется, соответствующие нити, ведущие к пониманию. Но нам это тоже особо не понадобится, но я должен был бы об этом сказать. Но что касается столкновения с абсурдностью, более явным, то, конечно же, здесь есть громадная перекличка, конечно же, наверное, с одним из ярких авторов абсурдистской литературы – Францем Кавке, потому что вспомните, да, с чего начинается и повесть «Нос» и «Превращение», оно начинается с пробуждения, с пробуждения героя, ну, проснувшись однажды после беспокойного сна или, например, проснувшийся герой. Ну, точнее, там два пробуждения у нас с вами есть. Я имею в виду в повести «Нос» пробуждается сначала Иван Яковлевич, потом он идет завтракать и находит хлеб, и пробуждается майор Ковалев одновременно, опять же, и спрашивается, кто главный герой вообще произведения. Можно сказать «Мосс», можно сказать «Петербург», можно сказать «Майор Ковалев», то есть, на самом деле, намечает нас, ставит нас перед вопросом, о чем повесть. Но если, говоря о Кавке, здесь абсурдизм являет себя как таковой, то с абсурдом у Гоголя не все так, на мой взгляд, ярко дано, потому что, опять же, Гоголь в каком-то смысле предосхищает абсурдистскую литературу. Вот в этом-то и его красота. Но что такое, в конечном счете, абсурд? Насколько вообще уместно говорить об абсурде, рассчитывая, что такое разговор, способен нам что-то прояснить об абсурде, потому что разговор всегда у нас немного рационален, немного рассудочен. А если мы пытаемся вскрыть механизм абсурда, пользуясь рассудком, то есть большая вероятность, что мы будем говорить о чем-то совершенно другом, а не о событии абсурда. Поэтому, наверное, есть большая вероятность, используя механизмы абсурда, вскрыть реальность абсурда. Только через абсурд мы понимаем, что такое абсурд. Но здесь можно, опять же, задаться вопросом, сталкивается ли главный герой с абсурдом? И забегая вперед, отметим, что на самом деле нет, только читатель здесь будет схватывать абсурдность происходящего. Ну, абсурд, да, я хотел вам дать определение, в принципе, я даю это определение. Абсурд – это состояние разрыва действительности, при котором реальные не соответствуют разумному или должному ходу вещей. Абсурдно было бы, если бы стакан, падающий со стола, падал бы не на пол, а на потолок. Абсурдно было бы видеть в мертвом живое и называют мертвое живое. Ну, если я, например, сейчас выраню стакан, то есть большая вероятность, что он упадет на пол. А если бы он упал, например, на потолок, то это было бы что-то странное. Это было бы событие абсурда. Или безумие. И здесь можно сразу перейти к этой дихотомии, абсурдности и безумии. Потому что, видите, абсурд ставит нас перед вопросом, не являемся ли мы с вами сумасшедшими. Потому что здесь есть какая-то степень доверия к собственному восприятию действительности, когда мы говорим об абсурде. Поэтому я и говорю, что, например, абсурдность мира, она пропорциональна разумности человека. И абсурд – это безумие мира. А безумие – это абсурд разума. То есть абсурд – это схватывание действительности. Это всегда некоторое столкновение с действительностью. Но при этом полагающее доверие к самому восприятию. А если этого доверия нет, то тогда мы оказываемся в ситуации безумия. Тогда мы убеждаемся, что ход вещей не соответствует нашим ожиданиям, а не механике мира. Да, и, конечно же, мертвые души. Опять же, это, наверное, самая яркая квинтэссенция гоголевского абсурда. Потому что, опять же, мертвые души не могут быть мертвыми. Они либо живы. Да, мы, конечно, можем сказать, что он говорил не о душе, в смысле теологическом. Он говорил о душе, в смысле крестьян. Но мы-то понимаем, что все-таки речь здесь обыгрывается. И что, говоря о крестьянах, он говорит здесь не в меньшей степени о тех хозяинах этих самых душ. Потому что здесь как раз-таки и намечаются эти пути, ведущие к связи между гоголевской поэмой и дантовской поэмой. Потому что каждая новая встреча, она ближе и ближе приближает к событию ада. Если посмотреть, например, на столкновение с Маниловым, когда он сталкивается с Маниловым, это все так... Ну, вспомните, как Манилов воспринимает предложение Чичикова. У него падает чубок, это немая сцена. Это ситуация ужаса, это ситуация абсурда для Манилова. И последующие герои, они уже воспринимают это как что-то должное. Они, там, Плюшкин и Собакевич, они не ставят перед собой вопрос, зачем ему эти мертвые души. Они ему продают ее. То есть, они здесь оказываются в ситуации абсурда, без возможности рефлексировать над этим. А Манилов еще все-таки держится, ну, где-то краем какого-то... края какой-то разумности держится за рамки понимания того, что должно быть действительно. Да, герой Гоголя сталкивается с абсурдом, но в этом событии замечает нечто совершенно иное. Вот что я хотел бы обратить на ваше внимание. Вот что они же замечают не то, что должно им заметить. Цирюлик, например, сталкивается с чем? Он сталкивается со страхом быть подвергнутым наказанию. То есть, когда он обнаруживает нос, и он, можно сказать, даже и не удивляется этому событию. Но то, что его заставляет что-то делать, это как раз таки страх перед возможным наказанием. И Ковалев в каком-то смысле тоже проходит мимо необыкновенно странного происшествия. Хотя здесь тоже нужно было бы поговорить, да, вот это вот необыкновенно странное. Гоголь использует как будто бы намеренно. Ну, гогольский язык сам по себе достоин особого внимания. Но вот зачем акцентировать внимание, что есть какой-то необыкновенно странный. То есть, есть какие-то необыкновенные, но странные. То есть, не странные. То есть, бывают необыкновенные события, но которые при этом все-таки не странные. Получается, зачем он подчеркивает эту вот необыкновенность странности происходящего, события. Но Ковалев-то тоже на самом деле проходит мимо собой, почти на самом деле. Там есть один момент, где он сталкивается с этим, когда он пытается задать себе вопрос, а не снится ли этому все. Но он быстро проходит мимо этого вопрошания и слишком увлекается поиском носа. А фактически поиском, конечно же, собственной идентичности. Потому что, сейчас скажу, да, они не сталкиваются с состоянием абсурда, реальности. Вот что я хотел бы обратить внимание. Потому что Ковалева-то ухватывает не само событие, когда он видит гладкое лицо вместо носа. Вот что должно его было бы удивить, на наш взгляд, если мы говорим о столкновении с абсурдностью реальности. А его захватывает именно сам поиск, поиск утраченного. И в этом отношении становится уже тоже ясно, что абсурдность действительности – это всегда состояние утраты, состояние неполноты, состояние нецельности или дискретности реальности. Реальность – это, конечно, громадная проблема, что это такое, но она обладает некоторой полнотой. Полнотой бытия, отсылающей нас ни больше ни меньше к представлению о том, что такое бытие. А если оно у нас дискретно, если оно у нас подвержено распаду, то это уже все-таки не бытие. Это какое-то другое состояние действительности, которое мы привычно называем ничто, конечно же. По поводу абсурда я сказал. Да, абсурд – это, конечно же, реакция на столкновение с бытием. То есть это не само бытие. Нельзя сказать, что абсурд – это качественная оценка действительности. Но это реакция. И в строгом смысле это не реальность абсурдна, но ее интерпретация. Поэтому всегда есть возможность пройти мимо абсурдности. То есть кто-то замечает, а кто-то не замечает. Кто-то слишком сильно доживается в пространство реальности, настолько тесно сплетается с ним, что наш герой не замечает ужаса столкновения. Его ужасает возможность быть преследованным, если мы говорим о Иване Яковлевиче. Или возможность оказаться в бесконечном потоке поиска собственной идентичности, как это у майора Ковалева. И да, абсурд, точнее, невозможность адекватной интерпретации события действительности, при котором происходит подмена, когда разумно и действительно не соприкасается между собой. И опять же, это невозможно без степени доверия к себе. От степени доверия к тому, что должно быть. Что мы должны быть убеждены. Да, логика, конечно же, присутствует, но не только доверие к логике здесь должно присутствовать. Для понимания того, что перед нами абсурдность ситуации. Ну, потому что действительно мы должны поставить этот вопрос, почему скорее мир абсурден или событие реальности абсурдно, а не мы с вами безумны. Вот о чем речь. Ну и опять же, я отсылаю к тому, с чего я начинал. О петербургских повестях, а ведь, по большому счету, одна из ключевых линий, это, конечно же, линия безумия, линия абсурда, линия дискретности сознания. Ну, в конечном счете, это все приводит нас к герою записок сумасшедшего, когда он перед нами распадается на какие-то фантомы, связанные с испанским королем. То есть, опять же, есть отсутствие связи между собой и представлением о себе как о должном. Вот о чем речь. Только в первом случае мы говорим об абсурде, а во втором, то есть в повести записка сумасшедшего, мы говорим о безумии, хотя на самом деле эта ситуация одна и та же. Так, да, это проблема, и Ковалев, да, герои его проходят мимо этой проблемы. Так, почему он сталкивается с ничтом? Конечно же, я должен это оговориться. Так, да, Иван Вякович побледнел. Ну, вот, собственно, о чем я и говорил. То есть, все заканчивается столкновением, ну, если мы говорим о первой части повести, да, столкновением с ужасом собственного страха перед возможностью наказания, а не вовсе представлением о том, что найденный нос – это нечто недолжное, нечто превосходящее бытие, потому что, разумеется, недостаток или, наоборот, избыток бытия – это тоже не состояние нормальности бытия, то есть избыток бытия – это тоже абсурд, на самом-то деле. Так же, как и недостаток. Мы не можем говорить о неполном бытие или, наоборот, превосходящем полноту бытия. Это, в принципе, одно и то же, только лишь с разных сторон. И, да, вот этот момент, да, связан... Ну, вот я бы пытался сделать этот скриншот из замечательной экранизации, советской экранизации повести, которая, на мой взгляд, показывает, с чем сталкивается, да, наш герой, с поиском самого себя, в конечном счете. Ну, и здесь я сделал акцент на вот этом пуделе, да, он говорит о пуделе, да, кажется... Так, да, это вам... Так, ну, я процитирую туда полностью, да, да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого, это вам кажется, что нет, а вот на прошлой неделе такой уже был случай, да, это... Пришел чиновник, таким же образом, как и вы пришли, принес записки, денег по расчету пришлось сделать 7, объявление состояло в том, что пудель черной шерсти. Кажется, чтобы до такого вышел паспель, пудель, то был казначейник, помню, какого-то заведения. Ну, здесь очевидно, да, о каком пуделе идет речь, конечно же, речь идет о дьяволе, да, потому что, если вы помните Фауста, то там, конечно же, тот же самый черный пудель, являющийся в виде объема. То есть здесь эти аналогии более чем явны. Ну, здесь другой акцент, да, далее герой Майор Ковалев говорит, да я не о пуделе, да я объявление, а, собственно, о моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе. Вот это вот почти то же, что о самом себе, оно и позволяет нам наметить для понимания того, с каким ничто мы с вами сталкиваемся в... Ну, вот одна из прекраснейших сцен, да, это, конечно же, столкновение с отражением. То есть, когда он вглядывается в отражение, герой, что он там замечает, да, он не узнает себя и видит в отражении собственное ничто. Ну, в частности, опять же, я обращусь к самому тексту, где мы сталкиваемся с ничто. Да, он робко подошел к зеркалу, взглянул, черт знает, что, какая дрянь произнес он плюнуш, хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, то ничего. И для нас, конечно же, на мой взгляд, очень важно захватить вот это вот ничто, с которым он сталкивается, потому что если бы мы просто так, не пользуясь каким-то экзистенциально-феномологическим анализом читали, мы бы не заметили это ничто. Но здесь я бы все-таки обратил внимание, что герой, вглядываясь в самую себя, в свое отражение, видит там именно что самое ничто. И, конечно, это одна из таких самых экзистенциально напряженных повестей, ой, сюжетов, моментов повести, которые нельзя игнорировать, потому что он видит там ничто. А как это может сказаться на нас? То есть давайте поставим самого себя на это место. Как мы можем обнаружить отсутствие самого себя? Вот о чем речь. Там, где мы сталкиваемся с отсутствием самого себя, разумеется, мы не можем не говорить об абсурдности происходящего, потому что это противоречит некоторой логике вещей. Действительно. И в конечном счете это порождает некоторую раздвоенность сознания, которая, с одной стороны, приводит нас к патологии, как, например, героя, записок сумасшедшего. Либо, ведь повесть-то нос не дает каких-то четких и ясных ответов, что это вообще такое было. Опять же, отсылаю к финалу повести. Гоголь как будто бы ставит перед нами, разводит руками сам. Зачем он об этом говорит? Зачем он это пишет? Какая в этом нравственная польза или еще что-то? То есть, по большому счету, перед нами игра, перед нами игра, которая кого-то может оставить равнодушным, кого-то может заставить задуматься о том, что такое вообще реальное, и как мы это реально можем схватывать, либо в самом себе, либо в каком-то бесконечно ускользающем другом. Тут как раз-таки и размыкается представление о двойничестве. Ну и нельзя, наверное, говоря о столкновении с ужасом, не вспомнить, конечно же, Диммонда Фрейда, который ставил прекрасную, прекраснейшую цитату, представление о том, что такое жуткое. Жутким, собственно, всегда становится нечто, в чем до некоторой степени не разбираются. Чем лучше человек ориентируется в окружающей среде, тем труднее им испытать впечатление жути от вещей или событий в ней. То есть речь идет о том, что столкновение с ужасным или жутким, это всегда столкновение с собственной неспособностью выразить в понятиях представление о реальности. Вот. Так, ну, наверное, на этом я закончил свой доклад. Спасибо. Откуда вообще берется идея о том, что литературное произведение, оно о чем-то? Откуда? Вот просто ни о чем. Что произошло с Лодкой Курск? Она утонула. Вот и здесь точно такой же ответ. О чем нос? Читайте нос. И нос о носе. То есть в самом произведении, в ткани, в субстанции самого произведения это и есть смысл, если хотите, вот онтология его в самом произведении. Не надо искать ничего за этим произведением. То есть такой метафизический вопрос из разряда неответных, 14 неответных вопросов Будды. Когда Будды ученики спрашивали, он отказывался отвечать на этот вопрос. Не тот ли этот вопрос, на который не надо отвечать, если вы Будда? Так, смотрите. Во-первых, любая интерпретация, если она возможна, она стоит того, чтобы быть... А, нет, это ответ. Потому что в противном случае текст перестает быть собственно текстом, перестает быть прочитываемым, потому что я не случайно же обратил внимание на возможные интерпретации, особенно взять, например, линию, ведущую от Белинского. На мой взгляд, эта тема, такая интерпретация, я бы назвал ее школьной, но при этом она очень поверхностная и уже давно себя изжитая. И с каждым новым витком нового поколения рождается новое прочтение. И на мой взгляд, одна из моих, конечно, целей – это возможность показать, что можно читать текст, не прибивая его к каким-то интерпретациям, которые были кем-то однажды объявлены и зафиксированы в качестве эталонных интерпретаций. То есть я обращаю внимание, что можно посмотреть на возможности текста, связанные, например, с экзистентрально-феноменологическим анализом. Почему бы и нет? Просто бесконечные количества интерпретаций. Если они обоснованы более или менее хотя бы, то они стоят того, чтобы тексту дать пространство для события текста. А иначе у нас становится не текст, а музейный экспонат, а не текст, как возможное прочтение. На мой взгляд, это прямая отсылка к гусару, назад к вещам. Ну, в главном смысле… Так я и обращаю внимание на текст, я как раз-таки пользуюсь этим, пользуюсь только как раз-таки текстом и возможными влияниями, которые этот текст впоследствии произвел. Я как раз-таки обращаю, что давайте смотреть на текст как на текст, а не предпосылки этого текста. Не мешает ли нам интерпретация понимать текст как таковой? А его и нету как текст. Текст всегда является результатом интерпретации. В том-то и дело, что текст как таковой – это несуществующая конструкция, не бывает текста как такового. То, что хотел сказать автор и то, что сказано в действительности – это совершенно разные феноменологические реальности. У меня есть набор букв и набор слов. Нет, ну смотрите, вы же его читаете, исходя из некоторой парадигмы. Вы не можете прочитать художественный текст, исходя из парадигмы чтения научной литературы. Вы всегда смотрите на художественный текст как на художественный текст. Вы сказали про Петербург, что это метафизический мертвый город. Что вы имеете в виду? Ну, я как раз-таки обратил внимание на цитату Андрея Белого, что Петербург и Россия – это одно и то же. То есть, что когда… сейчас я еще раз обращу внимание, что это же центр империи. Да, это центр империи. И разумеется, поскольку у нас нет сейчас… поскольку сейчас Петербург у нас не столица, реальная столица, да, то его и нету. Вот о чем речь. Ну, разумеется, как некое пространство он существует, как символическое пространство, но не как некое живое. Поэтому Андрей Белый обращает внимание, что только кажется, что он существует. И по большому счету это вопрос о укажемости самой России. Ну, той России, которая находилась на грани распада, разумеется. Спасибо за присутствие. Спасибо. 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 Спасибо.